Уважаемые братья, из того, что мы слышали о сунне пророка Мухаммада, у каждого из нас нет сомнения в том, что сунна является руководством после Курана для верующих мусульман. Однако на сегодняшний день появляются разные люди, которые через религию аль-Ислам хотят себя популяризировать, хотят стать известным, с чем-то новым прийти, с тем, с чем не приходили ни сахабы, ни таби'ины, ни те, кто следовали за ними, ни великие ученые. Поэтому человек, бывает, занимается ненужными вещами, тем самым забывая, что каждый день он приближается к своему сроку, который Аллах, Субхану Ва Тааля, назначил. Поэтому хотелось бы всем нам напомнить следующее, то, что мы должны знать, то, что мы должны от себя спрашивать, брать отчет себя перед тем, как нас просят. Перед тем, как мы в Судный день, Аллах, Субхану Ва Тааля, будет спрашивать нас, мы должны спросить самих себя за свои действия. Сегодня у нас есть возможность делать дела, но нету с нас спроса. Завтра будет с нас спрос, но не будет возможности делать какие-то дела. Путь к Аллаху, Субхану Ва Тааля, то есть на пути Всевышнего Аллаха, когда человек поклоняется Аллаху, Субхану Ва Тааля, как иной раз сталкивается с некими трудностями. Поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал в Коране, «Я сотворил, читал человека, создал человека в трудностях, то, что он сталкивается с трудностями». «О человек, поистине ты через трудности приближаешься к Аллаху, Субхану Ва Тааля, и встретишься с Ним». И то, что мы все встанем перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, нету в этом сомнений. Однако человек иногда занимает свое драгоценное время ненужными делами, спорами и так далее. Поэтому для того, чтобы идти по пути Аллаха, Субхану Ва Тааля, «Аля наху и ладзи арад», то есть таким, как Аллах, Субхану Ва Тааля, хочет, чтобы мы шли по этому пути, так как Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, нам повелел, хотелось бы сделать некие наставления, в первую очередь, самому себе и всем нам. Во-первых, чтобы Аллах, Субхану Ва Тааля, был доволен тобой и вел тебя в рай. «Ла тукаддима аля ридвани Аллахи, ридвана ахадин каинан манкан». То есть не ставь выше довольствия Аллаха, первое что, не ставь выше довольствия Аллаха, довольствия другого человека, махлюка, создания, кем бы он ни был. Поистине, Аллаху нету ничего подобного, и Он всеслышащий, всевидящий. Второе, все, в чем Аллах, Субхану Ва Тааля, тебе приказал, повелел, и Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал тебе, спешить в этом, то спеши в этом. «Спешите в благих делах». Поистине, Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, поистине, Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, указывает тебе только на благое и на то, что приблизит тебя ко Всевышнему Аллаху, Субхану Ва Тааля. То есть, если Аллах, Субхану Ва Тааля, у тебя есть возможность, уважаемый брат, сестра, если есть возможность сегодня перед тобой, возможность сделать какое-то благое дело, спеши в этом, не оставляй его на завтра. Завтра, может быть, и не настать для нас. Поэтому нужно спешить в этом. Но однако, когда ты делаешь какое-то благое дело, делай его «бель-ихтисаб», то есть задумываясь и с расчетом. Когда ты идешь в мечеть, вспомни, когда люди пойдут к Аллаху, Субхану Ва Тааля, в судный день. Когда ты идешь в темноте, вспомни, когда «Ту'тан-нура тэмма яума-л-кияма», вспомни, когда Аллах тебе даст свет, сияющий свет в судный день. Когда ты стоишь перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, в намазе, в это время вспомни то, что придет час, обязательно наступит час, и от этого не избежать, когда ты будешь стоять перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, в день суда. Ты делаешь земной поклон, поясной поклон Всевышнему Аллаху, Субхану Ва Тааля, и знай, что кроме тебя очень-очень много верующих людей, которые делают также земные поклоны Аллаху, Субхану Ва Тааля, и они являются богобоязненными людьми, и скажи в своем сажда, в своем земном поклоне, О, Аллах, сколько из твоих рабов поклоняются тебе, миллиарды из людей поклоняются тебе, однако у меня, помимо тебя, нет другого Творца, кому бы я поклонялся и кого бы я просил, О, Аллах, Субхану Ва Тааля, прояви по отношению ко мне свою милость и дай мне то, что я тебя прошу, прости мне мои грехи, как только ты проявишь свою ничтожность перед Всевышним Аллахом, Субхану Ва Тааля, факрак, то есть твою вот эту вот бедноту, ничтожность, слабость перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, перед его величием, тогда увидишь много благ от Аллаха, Субхану Ва Тааля, следующее из наставлений, если человек на чем-то живет, на каком-то действии, то в большинстве своих случаев он умрет на этом, тот, кто на чем жил, на этом и уйдет из этой жизни, однако, когда человек видит человека праведного, и вдруг он где-то совершил какую-то ошибку, тогда он оценивает его по одной его ошибке, были два брата, они не разлей вода всегда вместе были, у них вместе дела были, и вдруг что-то один неправильно что-то сделал, и он думает о нем, что он плохой постоянно, и однако, сколько из людей ушли из этой жизни, человек думает, что он был плохим, однако он великий перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, однако он хороший, через какое-то время узнается его скрытые дела перед Аллахом, которые он тут построил мечеть, там дал садакат, тут сделал такой такое-то благое дело, поэтому Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, в Коране сказал, в этот день, в судный день все скрытое станет явным, и отсюда человек понимает то, что от милости Аллаха, Субхану Ва Тааля, по отношению к нам. То, что Аллах, Субхану Ва Тааля, не дал распоряжаться раем никому из своих рабов. Сам Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, распоряжается, кого ввести в рай, а кого наказать. Это из милости Аллаха, Субхану Ва Тааля, по отношению к нам. Поэтому, что хотелось из этого тоже сказать. Если ты видишь такого-то, такого-то своего брата, что он совершил какой-то плохой поступок, то ты не спеши судить его. Однако ты боишься, если человек совершает грехи, боишься для него наказания ада, если он делает благие дела, то ты думаешь, инша Аллах, что он помился Аллаха, Субхану Ва Тааля, зайдет в рай. Поэтому так же бывает, когда человек делает какое-то благое дело, и он хвастается этим делом. Говорит, я сегодня ночью столько таракатов, тахаджуда, намаза прочитал. Он радуется, но тем самым же хвастается. Однако, что хотелось из этого сказать? Пусть будут у нас такие дела, о которых знает только Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, скрытые дела. Какая тебе разница, узнает твой там друг, что ты ночью сколько таракатов читал или нет? Единственное то, кто может тебя наградить, он знает. Тебе этого достаточно. «Ва кафа би альмиллахи альма, ва кафа би савабиллахи саваба». Достаточно знания Аллаха и достаточно награды Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. Человек ночью встал, взял омовение, прочитал два раката намаз. Аллах посмотрел на него, смилился над ним и в судный день ввел его в рай. Какая тебе польза от того, знал тот человек или нет, что ты читал? Лучше, чтобы он не знал. Лучше, чтобы знал Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля. И чтобы у нас у всех были скрытые дела великие перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, необходимо, чтобы в сердцах нас было величие Аллаха, Субхану Ва Тааля. И желая Аллаха, Субхану Ва Тааля. Чтобы человек, когда остался наедине перед Аллахом, Субхану Ва Тааля, делал благие дела, что его побуждает делать благое дело? Это то, что он возвеличивает своим сердцем Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. А чтобы возвеличивать Аллаха, Субхану Ва Тааля, надо больше читать Кур'ан, надо больше читать и знакомиться с цифатами, с качествами Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. Когда мы читаем аяты Аллаха, то, что у Аллаха сильнейшее наказание, то тем самым мы боимся наказания Аллаха, Субхану Ва Тааля. То есть одно из аркан, один из толпов поклонения боятся наказания Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля, и это тебя отдаляет от того, чтобы не грешить. Когда мы читаем Аллаха, Субханава Та'аля, аяты, где Всевышний Аллах говорит, то, что Аллах прощающий, милосердный, тогда это побуждает тебя к надежде зайти в райскую обитель в судный день. То, что Аллах прощающий, более милостивый к Аллаху, к нам никого нет. И когда мы читаем с асифатых Аллаха, Субханава Та'аля, то, что какой Аллах, Субханава Та'аля, великий, какой Аллах, Субханава Та'аля, Хаким, как Аллах Субхану Аталам мудрый, как Аллах Субхану Аталам полноценный, как Аллах Субхану Аталам прекрасен, это порождает любовь в наших сердцах по отношению Всевышнего Аллаха Субхану Аталам. И тот, кто сможет в своем сердце собрать эти три качества, боязнь Аллаху, страх перед Аллахом, надежда на милость Аллаху и любовь по отношению ко Всевышнему Аллаху, то пойдет прямым путем. Продолжение следует...